Девушки отдыхают Ты так отдалился от меня. Неужели твои дети станут тебе безразличными, когда ты составишься в этом? Трудно поверить. Ты носишь их девять месяцев по твоим сердцем, а затем они отдаляются от тебя. Мама, как вы? Спасибо, всё нормально. Мама. Вам не скучно? Да. Мы бы хотели немного прогуляться по городу. Хорошо. Доброго пути. Хорошего времяпрепровождения. Спасибо. До скорой, мама. До скорой, мама. До скорой. Доброго пути. Ас-саляму алейкум, тётя. Мама хотела вас угостить. Малейкум ас-салям, сыночек. Мама приготовила. Да. Скажи ей спасибо от меня. Хорошо. Как она? Хорошо. Как вы сами? Передай мою благодарность. Ладно. Пусть Кай заходит. Ты мой родной. До свидания. Спасибо, сынок. Младшая сестра мужа. Продюсер Йолдус Саидова. Оператор-постановщик и режиссёр монтажа Айбек Ишмурадов. Добрый день, мамочка. Как вы? Добрый день, доченька. Как ты сама? Всё хорошо. Отлично. Как доехала? Хорошо. А вам не скучно? Доченька моя. Садись. Всё хорошо? Да, спасибо. Как ваше самочувствие? Всё хорошо. Спасибо. Каждый день приходишь навестить меня. Уделяешь мне время. Хотя у тебя работа, дети, семья. Потому что я каждый день хочу вас видеть. Хвала Аллаху за то, что у меня есть такая дочь. Спасибо, доченька. Но хотя мы живём с твоим братом под одной крышей, он не может уделять мне время. Он каждый день так торопится на работу. Уходят и приходят поздно вечером. Потом уходят в свою комнату. Утром когда-как. Иногда заходят, иногда нет. Я так хочу, чтобы он уделил мне немного времени и поговорил со мной, доченька. Не переживайте. Он всё время занят своими делами. Не огорчайтесь. У брата много работы. Даже мой муж очень редко уделяет время для своей мамы. Наверное, все мужчины такие. Не расстраивайтесь. Твой папа нас покинул. Я так по нему скучаю. Оказывается, я очень привыкла к нему. Мне его сильно не хватает. Мамочка, папа был очень заботливым, правда? Да. В старости тяжело жить без своей половинки. Да. Не обижайтесь, мама. Теперь мне его так не хватает. Брат совсем не заботится о вас, мама. Хотите поесть? Скажите. Я принесу. У нас всё есть. Невестка делает все домашние дела. Но мне нужно внимание. Я скучаю по твоему брату. Живём в одном доме, но как будто он где-то очень далеко. Мама, хотите что-нибудь вкусное? Нет, спасибо. Лекарства вовремя принимаете? Да. У вас всё есть? У меня всё есть. Ни в чём не нуждаюсь. Я поговорю с братом. Вы только не грустите. Ладно, доченька. Мама. Мама, я вам не нужен? Ты куда-то собрался. Да, опаздывай на занятия. Ну ладно, сынок. Будь осторожен. Особенно, когда переходишь дорогу. Конечно, мама. Я буду волноваться. Хорошо. Амон, послушай, позови брата. Пусть немного посидит с нами. Я сейчас уйду на работу. Ладно. Амон, не забывай заботиться о маме. Понял? Чтобы она вовремя принимала лекарства. Не гуляй со своими друзьями без повода. Друзья всегда найдутся, а мама у нас одна. Понял. Мне позвать брата? Ладно, сынок, позови. Хорошо. Уже иду. У него учёба, занятия. Он тоже всё время занят. Самое главное, чтобы они были здоровы. Мама, мне уже пора. Я немного опаздываю на работу. Ладно, доченька. Спасибо тебе. Мамочка, не беспокойтесь, ладно? Ладно. Спасибо, что зашла. Я пошла. Хорошего дня. Поцелуй внуков. Хорошо. Передай привет мужу. Ладно, мама. Мамочка, не беспокойтесь. Я не могу оставлять свекровь одну. Она больна. Как только она выздоровеет, буду часто навещать. А когда она вообще была здорова? С тех пор, как ты пришла в этот дом, нет ни одного дня, когда бы она не болела. Ты что орёшь? Нас могут услышать. А пускай слышат. Потерпите немного. Она выздоровеет. Ты лучше объясни маме моё положение. Нечего так злиться. Скажи маме, как только ей станет лучше, я каждый день буду приходить. Мама тоже часто болеет. Покупаем ей лекарства. Но она не лежит, как твоя свекровь. Никому не бывает обузой. Я знаю. Но моя свекровь не такая. Что я могу поделать? Я должна терпеть. У меня нет выбора. Ты могла бы найти какой-то способ. Даже в день рождения своего брата не пришла. Камола. Я же позвонила, поздравила. Но ведь этого недостаточно, сестра. И это стало поводом для огорчения. Мама должна меня понять. Понять моё положение. И не смей говорить всё, что приходит тебе в голову. Ты была такой начитанной, современной девушкой. Посмотри на себя. А что со мной? Ты заперлась в этом доме ради человека, который каждый день обманывает смерть. Тоже мне домохозяйка. Мне и самой всё это надоело. Я вынуждена. Муж постоянно говорит, не оставляй маму. Что мне поделать? Я по горлу сыта по этим заботам. В такое время вы должны меня поддерживать, а не упрекать. Скажи мужу. Ну как я могу? Каждый день, когда он уходит на работу, говорит, не оставляй мою маму одну. Но что я могу ему сказать? К счастью, мы живём очень близко. Но, увы, я знаю твой характер. Ты слишком покорная. Камола, я устала. Я тоже хочу прогуливаться с мужем. Хочется вас навещать. Просто сейчас такой период. Не разводиться же из-за такой мелочи. Скажешь тоже. Знаешь, ты всё преувеличиваешь. Привет. Зарнигар. Привет. Как ты? Как твои дела? Наверное, тебе очень хочется пить в такую жаркую погоду, да? А почему детей не привела? Мама очень скучает по ним. Скучает и... Мафтуна, у тебя внутри столько накопилось. Ты могла бы открыть своё сердце маме, мужу или... Даже мне. Или мы чужие. Нет, не говори так. Ты неправильно нас поняла. Мы разговаривали о другом. Да, я вас неправильно поняла. Но вы обе говорили правду, да? У меня со слухом что-то не так. Ты... Неправильно нас поняла. Разве я могу по-другому понять этот разговор? Не горячись. Не обижайте на нас. Ну как, я могу не горячиться? Сейчас мама услышит. Ты сплетничаешь о нас за нашей спиной, да? Мы не сплетничаем. Думай, что говоришь. Заткнись ты. Сама заткнись. Ты здесь гость. Вот и знай своё место. Успокойся, пожалуйста. Нет, не буду. Успокойся. Вы тоже каждый день видитесь со своей мамой? Почему моя сестра не может? Мама не видела её целых два месяца. Могли бы её понять. Хватит. Заткнись. Молчи, я тебе говорю. Не вмешивайся. Ты слишком многое позволяешь себе. Знай своё место. Не твоё право вмешиваться в мою жизнь. А что, я не права? Она же каждый день приходит сюда. А ты не можешь посещать даже свой родной дом. Муртуна. Я не знала, что ты такая хитрая. И кто же здесь хитрая? Заткнись. А я тебя уважала, жаль. Выходит, ты всё доносишь. До своих родных. Нет, это не так. Что ещё я могу сказать после всего? Нет, я прихожу, потому что во всём справляюсь. Не горячись, пожалуйста. Я уделяю время своей семье, своей матери. Не ори на меня. Тебе всё ясно? Пожалуйста, успокойся. Не смей так разговаривать со мной. Да ещё смей так сплетничать за нашей спиной. Не смей так разговаривать. Заткнись, я сказала. Уходи. Мы с тобой поговорим, когда брат вернётся. Я сна. Подожди, Зарнигёр. Что ты натворила? Ты из-за неё подняла руку на свою сестру. Впредь не смей со мной разговаривать. Камола, такого я от тебя не ожидала. Ну что происходит? Что я скажу маме? Ну как я всё это объясню ей? Камола, Камола. Камола. Вот что случилось. Мафтуна, я такого от тебя не ожидала. Ты была мне как родная дочь. Я когда-нибудь запрещала тебе навещать твоих родителей? Скажи. Запрещала? Я же сама тебе всё время говорю, пойди к родителям. Они тоже скучают по тебе. Твоя сестра выговорила всё, что захотелось за юности. Но стоило ли так ссориться? Стоило ли так сказать? Я не знала, что моя болезнь стала обузой для тебя и для твоей семьи, дочка. Мама, вы можете жить с нами, если вы для них обуза. Дочка, нет, не вмешивайся. Всё, что говорится в этом доме, должно остаться здесь. Если ты всё будешь доносить до своих родных, разве это будет семья? Из-за таких мелочей люди разводятся, ругаются друг с другом. Всякое доносить это очень плохо. Запомни, доченька. Всё это правда? Я вам потом всё объясню. Чего ещё объяснишь? Сынок, не злись на неё. Всё не так, как вы думаете. А чего ещё объяснять? Я всё слышала. Как ты будешь смотреть маме в глаза? Сынок, успокойся. Ты с ума сошла? Ты со своей сестрой сплетничаешь о маме, когда меня нет дома? Всё не так. Что тогда? Сынок, успокойся. Зарнигёр, это больше не твой дом. Тебе не место здесь. Не надо скандалить. Мама, простите меня. Я во всём виноват. Ни на шаг не буду пускать их к вам. Я сказал своё. Если она не примет, пусть сама тоже уйдёт из этого дома. Не говори так. Она хорошая. Просто она не осознавала, что говорит. Молода ещё. Пройдёт время, всё поймёт. Всё наладится. От обидного слова навек ссора. Всё наладится. Это могло ухудшить ваше здоровье. Не стоило этого. Мама, вам плохо? Всё нормально. Я с ней ещё поговорил. Только не ссорьтесь, хорошо? Сейчас же с ней поговорю. Не ругай её. Хорошо. Хотите воды, мама? Дочка. Ты неправильно поступила. Не стоило вмешиваться в их разговоры, скандалить из-за этого. Под чужой потолок подведут и другое имя дадут. Ты могла бы притвориться, что ничего не слышала. Могла мне самой рассказать. Вот брату донесла. И они поссорились. Это хорошо? Вы не слышали, мама? Что они там говорили? Её сестра ещё молода. Она не всё понимает. Пускай говорит. Разве это что-то изменит? Моя сноха очень хорошая. Заботится обо мне. Обращается со мной вежливо. А что она делает? Только готовит. Пускай тогда пойдёт к своим родителям. Я никогда не была против этого. Не понимаю, почему она так сказала. Как её сестра смеет обсуждать нас? Почему ей не нравится то, что я к вам каждый день прихожу? Странно. Как это понять? Дочка. Не делай из мухи слона. В семейной жизни всякое бывает. Бывают и такие разговоры. А иногда сплетни. Пройдёт время, и все поймут свои ошибки. Ты лучше подними настроение брата. Не позволяй, чтобы они поссорились. Мафтона тоже поймёт свою ошибку. Я и брата не понимаю, мама. Почему он не разрешает ей идти к себе домой? Он тоже занят своими делами. Он рано утром уходит на работу, поздно вечером возвращается. Он просто не думает о таких семейных бытовых ситуациях. Что случилось? Почему плачешь? Я пошла увидеться с сестрой. Но? Мы с ней разговаривали. Вдруг сестра её мужа зашла. И сказала, чтобы я не вмешивалась в их семью. И выгнала меня. Почему она тебя выгнала? Не знаю. Ты сама что-то выговорила, раз уж дело дошло до слёз? Я ничего не говорила. Почему тогда плачешь? Ну? Не знаю. Я зашла к ней, потому что очень скучала по ней. Понятно. Она же не приходит к нам вот уже два месяца. О, Господи. Могли бы разрешить ей это. Ну что ты такое сказала? Выкладывай уже. Мы с ней болтали. Спросила, как её жизнь. Почему они ей не разрешают приходить к себе домой? Она тоже немного погорячилась. И вдруг сестра мужа вошла. И они оба поругались со мной. Больше ничего не говорила. Больше ни слова. Здравствуйте, мама. Как вы, мама? Здравствуй, сынок. Хорошо. Что случилось? Всё нормально? Привет, брат. Что стрясло с Камула? Пошла навестить сестру. Сестра её мужа выднала меня. Сказала, чтобы я не вмешивалась в их дела. Чего? Неужели? А зять? Его не было, что ли? Нет, не было. Мама? Я не понял. Может, мне поговорить с ними? Нет, не нужно. Они что, выгоняют и заставляют тебя так плакать? Сынок, ты не вмешивайся. Скажи мне честно, почему они вдруг решили тебя выгнать? Всё, хватит вопросов. Господи. Дочка. Подожди. Мама. Да? Она чего-то скрывает от нас. Я лучше сам во всём разберусь. Не надо. Вечером сама поговорю. Займись своими делами. Ладно, я пошёл. Всё нужно пережить на этом свете. Всё нужно испытать и оценить. Несчастье, боль, измену, горе, сплетни. Всё нужно через сердце пропустить. Но главное, возьми безумные века, чтобы не случилось в жизни, устоять. Быть чётким горем, оставаться человеком и теплоту сердец не потерять. Не смейте умирать. Как не тяжко утрата. Не в силах смерти исправить ход судьбы. Даня дана, но вы не виноваты. Ведь для чего-то ведь живёте вы. И что-то в жизни этой бессердечной вам суждено исправить, изменить. Во имя счастья, жизни бесконечной, вам суждено спасать. Добротворить. И может быть, когда-то вы поймёте, что для кого-то счастье принесли. И со скучной совестью вздохнёте. Вы не напрасна жизнь свою, Божьё. Всё нужно пережить на этом свете. Всё нужно испытать и оценить. И лишь тогда, вставая на рассвете, вы сможете смеяться и любить. Давай я сама заварю чай. Что тебе осталось заваривать моей маме чай? Зарнигар, слушай меня. Если с мамой что-то случится, я задушу тебя. Понятно? Дима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сынок, понимаешь, это... моя дочка поступила очень плохо. Она вас сильно расстроила. Простите её. Пожалуйста. Тот день, когда я пришёл с работы, она сидела и плакала. Она рассказала нам совсем другое. Да, мама? Ты не переживай. Я с ней обязательно поговорю. Я тоже ей всё объясню. Я и сам был поражён. Прихожу домой, тут такое. Скандал устроили. Не для нас такие поступки. Правильно. Мы во всём виноваты. Я не хочу, чтобы ваша дочь порвала отношения с моей сестрой. Будет лучше, если она попросит прощения у сестры. Хорошо. Не хочу, чтобы и родные сёстры не общались друг с другом, и с моей сестрой держали обиду. Не для нас такие отношения. Да, конечно. Вот и сам пришёл к вам, чтобы всё наладить. Простите, если я вас побеспокою. Нет, нет, всё хорошо. Мы с ней поговорим. Угу. Только не обижайся на нас. Не расстраивайся. Хорошо, ладно. Всё будет хорошо. Послушай, ты неправильно понял. Всё было совсем по-другому. За Орнегёр внезапно вошла. Ты же знаешь мою сестру. Она тоже любит меня. Она нас всех любит. Она просто хотела, чтобы я их навестила. Да, я сама разберусь с этим. Я и с Камулой поговорю. Ладно. Мавтун, что бы ни случилось, ты не оставила мне выбора. У меня нет другого пути. Не знаю, заступиться за тебя или за маму с сестрой. Мне очень неловко перед мамой. Мы её совсем не осуждали. Зорнегёр неправильно истолковала наш разговор. Мавтун, вы с такими разговорами со своей сестрой разрушите тёплые отношения между двумя семьями. Тебе это было так нужно? Я тебя прекрасно знаю. Если б не знал, я бы сейчас не разговаривал с тобой. Дорогой, я с ней поговорю. Обязательно поговорю. И всё наложу. Хорошо? Оставь это мне. Ты знаешь, мама всегда была рядом с нами. В наши и радостные, и трудные дни она в одиночку решала все наши проблемы, боролась за наше счастье. Я тоже очень люблю твою маму. Ты же знаешь. Прошу. Ты тоже не позволяй, чтобы разрушились отношения между нами из-за таких глупостей. С Камула тоже поговорю. И с Зорнегур. Постарайся всё наладить. Прошу тебя. Хорошо. Поверь мне. Я всё налажу. Попрошу прощения и у Зорнегур, и у мамы, и с Камулой поговорю. Она извинится перед ними. Вот увидишь. Когда решишь? Как решишь, я не знаю, но запомни, я всегда готов тебе помочь. Лишь бы всё было как прежде. Ладно. Ладно, мама, до скорого. Завтра увидимся. Сестра, уже уходишь? Да, ухожу. Скажи честно, всё в порядке? В тот день я увидел Камулу на улице. И что? Я с ней поздоровался. Но она в ответ ничего не сказала. Омон, ты вообще в этом доме живёшь? Да. Уходишь утром, приходишь вечером. Уделяешь море времени своим друзьям. Вместо этого мог бы позаботиться о маме. Не будь таким безразличным к маме. Забудься о ней. Дай ей все лекарства. Ты же знаешь, она болит. Это твоя обязанность. Прости меня, сестра. Не стоит просить прощения. Ты только забудься о маме. Мне этого достаточно. Хорошо. Ну, я пошла. Опаздываю. Увидимся. Пока. Счастливо. Мама! Садись сюда, бессовестная садись. Мама, больно? Как ты посмела вести себя так перед сестрой своего зятя? Да и вмешиваться в их жизнь? Мама, я же не нарочно. Тоже мне оправдание. Не нарочно, говоришь? Ты сначала должна выйти замуж. Столкнуться с жизнью. А потом будешь учить семейным отношениям. Такая юная. А ещё смеешь кого-то осуждать. Да? Пускай Мавтуна не приходит к нам. Самое главное, что она счастлива. Или хочешь разрушить её семью? Ты нас чуть ли не опозорила. Чего молчишь? Ну, простите меня. Господи. Я не ожидала, что всё дойдёт до скандала. Ты сначала выйди замуж. Столкнись с испытаниями, преодолей их. А потом будешь давать советы. ничего не понимает в жизни. И себе такое позволяет. Глупая ты девочка. Ты поставила нас в очень неловкое положение. Латан, ты зашла к ним. Но зачем ссориться с его сестрой? Маме и так плохо. Ты же это знаешь. Нам было так стыдно за тебя перед ним. Доченька, не будь такой упрямой. Помирись со снохой. Забудь всё, что произошло. Мне с ней помириться. Но как я могу забыть её неуважение к вам? А вы знаете, какие вещи она наговорила про вас? Вы ведь не слышали. Мама. Разве ты меня не уважаешь, дочка? Помирись с ней ради меня. Мама, конечно, я вас уважаю, но они про вас такое говорили. Мама, не переживай, всё будет в порядке. Главное, она осознала свою ошибку. Вы такая добрая мама. Всех прощаете. И брат тоже не заботится о вас. Он вообще не обращает на вас внимания. Если вы были хоть немного строгой, они бы не говорили всё, что попало о вас. Помирись с ними. Не буду. Не перечь меня. Не заставляйте меня. Не будь упрямой. Мама? Да. Простите меня. Я совершила ошибку, простите. Я давно тебя простила, дочка. Вот теперь с сестрой тоже помиритесь. Давайте. я не хочу её прощать, мама. Никогда не прощу. Прости меня. Больше это не повторится. Я обещаю. Я поняла свою ошибку. Мафтуна, знаешь, почему я так часто прихожу сюда? я никогда не хотела разрушать вашу семью. У меня всегда были добрые намерения. Я вас очень любила. Я хочу, чтобы ты была счастлива с моим братом. Но почему в тот день? Очевидно, твоя сестра ещё юная, но ты заступил за неё. Почему вы сплетничали с ней? Я тоже тебя уважаю и люблю. Ты для меня как родная сестра. Но давай забудем всё, что было. Разве это возможно? Прекрати. Если бы в твоём доме такое происходило, ты смогла бы забыть. Я поняла свою ошибку. Я больше никогда так Мама, успокойся. Забудь все обиды, дочка. Я очень люблю тебя. Мы ведь были близкими подружками. Но прости меня, пожалуйста. Пожалуйста. У тебя настоящий талант. Можешь смягчить сердце любого человека. Можешь Я так боялась, что ваша семья разрушится И ты меня прости за те слова Я не хотела Я тоже яновата Прости меня, пожалуйста Прости меня, пожалуйста Идёшь? Да, иду Слушай Сейчас пойдём к сестре Пойми меня правильно Ведь из-за твоей грубости Семья твоей сестры может разрушиться, понимаешь, дочка К тому же ты ещё не понимаешь семейную жизнь И поэтому ни ты, ни я не имеем права их учить Ты всё поняла? Да Прежде чем что-то говорить, думай тщательно Ладно, мамочка Умница Сейчас пойдём к ним, и ты извинишься перед ними Договорились? Да Ну идём Доченька, ты ещё молода Вот и возникло недопонимание Всё осталось позади Вот Мафтуна тоже обо всём забыла, будто ничего не случилось Мы с ней помирились И всё наладилось Ты сама знаешь Мы с твоей мамой никогда не ругались И впредь будем жить благополучно, да? Да, мама Мама Мафтуна позвонила мне Сегодня они придут с Камулой Гости? Да Знаете, в тот день я не смогла взять себя в руки И всех вас очень побеспокоило И потом мне самой тоже было очень неловко Извините, мама Ты ещё просто молода Потом собиралась просить прощения, но не смогла Ты же ненарошна Сегодня у тебя есть возможность просить прощения перед ними Да Поэтому я тебя позвала Я не должна была устраивать скандал Вы и так измучились Всякое бывает, доченька, не бери в голову Рано хан О Ассаламу алейкум Ассаламу алейкум, добрый день Добрый день Как ваше здоровье? Спасибо, как вы сами, когда ехали Мафтуна, выхайбали Мама пришла твоя Как самочувствие? Спасибо Ассаламу алейкум Ассаламу алейкум Мои хорошие, как ты с тобой? Ассаламу алейкум Ва алейкум, ассалам Как доехали, мама? Садись Добрый день Садитесь Все нормально Садитесь Добро пожаловать Пусть у всех дома будет счастье и благополучие И наши молодые будут счастливы Аминь 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 На самом деле, комола хорошая Она не хотела нас обидеть Нашей семье раньше такого не было И очень надеюсь, что и в будущем не будет Самое главное, чтобы у всех было отличное настроение Мафтуна Да Приготовим вкусный плов Для наших гостей Да нет, не стоит Стоит, стоит Нам очень неловко В следующий раз Гость хозяин унюкащик Гость доволен, хозяин рад Никуда не уйдете Тетя, куда вы собираетесь? Мафтуна Мы просто обожаем твой плов Мама знает почему Да Потому что она вкусно готовит Год спустя Доктор, как моя мама? Вдруг ей стало плохо? Не стоит беспокоиться Правда? Я вам назначу лекарства А может не стоит Вы просто должны отдохнуть Не отчаивайтесь Ваши дети рядом Да, они очень заботливые И лекарства вам помогут Да, конечно, доктор Ладно, доктор Думайте о хорошем Разумеется Не переживайте Все будет хорошо Да, конечно Вы обязательно поправитесь Да, доктор Мы купим все лекарства Обязательно Мы позаботимся о маме Хорошо Я все понял Как самочувствие, мама? Спасибо, нормально И вам спасибо, доктор Не за что Дай бог вам здоровья Благодарю Спасибо, доктор Она очень больна При ней я не хотела Об этом говорить Ведь она одна Нуждается в вашей любви Она должна вовремя Принимать лекарства Я ей не сказала Но очевидно Она сильно нервничала В последние дни Я принес все лекарства Которые вы назначили Дело не в лекарствах Она нуждается в любви Есть такие дети Они так ценят своих матерей Так не пойдет С сегодняшнего дня Я буду часто заходить к вам Она должна вовремя Принимать свои лекарства Берегите свою маму Ладно, доктор Теперь я буду Более внимательным Вот уже месяц Я не работаю Администратор Новой фирмы Сказал, что Результат выйдет Только через два месяца Ничего пока не известно Поэтому мы С Мафтуной Подумали С завтрашнего дня Будем искать работу Да Мы хотим работать, мама Сынок Ты не переживай Ты такой начитанный Образованный У тебя есть ремесло Не останешься без работы Найдешь себе подходящую работу Мы с твоим папой Ваши годы Преодолевали всякие трудности Да, мама Вот все пережили Все преодолели Всему свое время Все наладится, сынок Но все же Мы должны работать С завтрашнего дня Постараемся найти любую работу Даже простую Да Все что угодно Мы так решили Вот увидишь Все наладится Я сейчас Я сейчас Зря маму побеспокоили Да, я тоже так думаю Зря сказали Ей нельзя беспокоиться Сначала должны были найти какую-то Ну, любую работу И потом сказать ей Что нашли хорошую работу С высокой зарплатой Зря сказали Эх Теперь будет беспокоиться Сынок Я давно об этом думала Накопила эти деньги И свои пенсии Я знала, что эти деньги Однажды кому-нибудь понадобятся Возьми их, сынок Бери Нет, мама Не стоит, мама С этими деньгами Сможешь начать свой бизнес Деньги всегда найдутся Не думай о своем будущем Не переживай Все будет хорошо Мама Вы и так больны? Да нет Вы должны лечиться Нет, сынок Не надо, мама Ты об этом не думай Что вы, мама? Я должен заботиться о вас Зарабатывать Но почему ты так говоришь, сынок? Нет, не возьму Я же твоя мама Когда у тебя финансовое благополучие И когда ты здоров Правильно, мама Вот только тогда я могу быть спокойна Мама Не отказывайся, бери Не возьмешь? Сильно огорчишь меня Для меня самое главное Твое здоровье Пожалуйста Возьми их Начнешь новое дело У тебя еще будет много денег Не упрямься Бери, сынок Не отказывай, маме Бери Спасибо за заботу, мама Но я не смогу взять эти деньги Нет, сынок Возьмешь Я твоя мать Я тебе не чужая Если твои дела наладятся Я буду только рада этому Но прошу тебя Возьми Мама Потом вернешь их Вы должны лечиться Еще неизвестно, получится ли у меня или нет У тебя все получится Все будет хорошо Бог все видит и знает Он милосерден Все будет хорошо, сынок Вот увидишь Твои дела наладятся И я вылечусь Не беспокойся Да, мама, все будет хорошо Всему свое время Самое главное Береги себя Это самое важное Главное, чтобы ты был здоров Спасибо, мама К моему счастью У меня есть такая мать, как вы Я тебя очень люблю Дорогой мой сынок Спасибо, мамочка Пусть Бог тебе поможет Большое спасибо, мама Все наладится Я буду молиться за тебя И вам желаю здоровья, мама Надеюсь, я скоро найду новую работу И мы сходим к самым лучшим врачам Спасибо вам, мама За то, что вы есть Не за что, дорогой Спасибо Будь счастлив Будь храбрым Спасибо Храбрым счастье помогает Спасибо, мама Кто без храбрости, тот без радости Я в долгу перед вами, мама Только не отчаивайся Ассалам алейкум, брат Алейкум ассалам Мама зовёт вас Что? Я же спешу Что-то важно? Не знаю Ладно, сейчас выйду Ладно, я тоже опаздываю на занятия Я пошёл Давай, иди Вот, я положила все нужные вещи Счастливого пути Документы на машину тоже? Ой, забыла Давай, быстро занеси их Меня мама зовёт Ага Почему? Не знаю Возможно, что-то важное Три раза позвала Она позавчера тоже звала тебя Сказала, что у неё что-то важное Иди Поговори с ней Ну, я опаздываю Ну, ладно Не забудь про документы Я быстро Хорошо Ассалам алейкум, мама В алейкум ассалам, сынок Выспался? Да, спасибо Как вы сами? Всё хорошо Всё в порядке? Да, спасибо А как твои дела? Да нет, хотели мне что-то сказать Я очень спешу, мама Хотя бы 10 минут посиди со мной, сынок Хотя бы сегодня, не торопись Нет, мама Только не сейчас Мои друзья нашли хорошего клиента Хотел продать машину Говорят, что этот клиент готов купить машину за большие деньги Поэтому должен поехать туда сам, мама Можем поговорить попозже Когда я вернусь Подожди, сынок В последнее время у меня плохое предчувствие Каждый день мне снится твой папа, сынок Говорит, Аха, должен быть осторожен Мы... Да, бывает и такое Мы давно с тобой не говорили, сыночек Очень давно Да, мама Как ваше здоровье? Спасибо, сынок Лекарства не закончились? Нет Мафтуна заботится о вас? Я благодарна ей Она делает все домашние дела И готовит вкусно Вот только я очень скучаю по тебе Хочу посидеть с тобой, поговорить Мы с тобой так давно не беседовали, как мать и сын Ты всегда занят Простите, мама У меня еще новые дела Поэтому не успеваю уделять вам время Как только закончу все свои дела Тогда поедем куда-нибудь отдохнем Три-четыре дня Как следует Поедем за город Тогда и побеседуем Сынок Это... Мое сердце очень беспокоится Сейчас, мама Алло Да, Азиз Да, поеду Хорошо, хорошо Ладно, Азиз Вот уже выхожу из дома Потерпи немного Да, конечно Прости Мама позвала меня Да, Азиз Я же говорю У мамы сейчас Я все объясню Да, быстро Сыночек Будь осторожен даже со своими друзьями Хорошо? Ладно, мама Даже самые близкие друзья твоего отца Обманывали его И он этого не выдержал Он был здоровым мужчиной Но рано покинул нас Сейчас никому нельзя доверять Будь осторожен Не дай себя обмануть Да, мама Ладно Не переживайте Вы же знаете их Один вот Азиз Он мой одноклассник Он всегда со мной Мы вместе выросли с ним Не переживайте Если что-нибудь нужно Скажите, я принесу Будь осторожен, сынок Да, мама Береги себя Да, мама Вы тоже берегите себя Хорошо Я немного опаздываю Извините Как только вернусь Поговорим по душам Ладно, мама Ладно, сынок Пока, мама Будь осторожен Конечно Не опаздывай Ладно Эх, сынок Сынок Храни тебя, Бог Доброго тебе пути Пусть плохие люди Не станут у тебя на пути Храни тебя, Всевышний На меня плохое предчувствие Не торопись Будь осторожен Со своими друзьями Сынок Что теперь будем делать, Ахмаль? Ты чего так смотришь на меня? А что? Кто нашел этого клиента? Будто я во всем виноват Теперь что скажешь Ахаду? Ведь ты договорился Сам скажешь Но Но не я нашел этого клиента Почему я должен говорить? Ну да Ведь ты же говорил с ним Договорился А кто же нашел его? Да, я Но ведь ты же с ним все обсуждал Хм Но клиента нашел-то Техма Но договор составил ты Ладно Но Теперь что скажем Ахаду? Ты об этом подумал? Что скажешь ему? Есть что сказать? А? Он же наш близкий друг Ну Привет Привет, Ахад Как ты, Ахад? Нормально Спасибо Как вы сами Я не опоздал? Принес все документы? Друг Знаешь До того, как ты доехал сюда Кое-что произошло Не понял Не понял, что случилось В чем дело? Тот клиент Оказывается, был настоящим мошенником Ахад Хотел купить у нас машину за фальшивые деньги Если бы ты не опоздал на 10 минут Ну, хорошо, что ты опоздал Хорошо, что ты опоздал, друг А то было бы хуже Где вы нашли такого клиента? Откуда нам знать, Ахад? Он с самого начала показался очень порядочным, хорошим человеком Из-за вас я огорчил маму Спешил к вам Прости нас, друг Надо было получше узнать его Из-за Ахмаля так вышло Ты что меня обвиняешь? Ведь ты сам договорился с ним Я чуть ли не потерял и деньги, и машину Что было бы потом? Порвались бы наши дружеские отношения Не говори, так Ахад А что, вы бы купили мне новую машину? Эх, я же говорю, он оказался мошенником Но такого не случилось Ладно, потом поговорим, я очень спешу Ахад, ты во всем виноват Я тебя предупреждал Зачем ты обвиняешь меня? Почему? Все, перестань, успокойся Вот теперь Ахад тоже обиделся на нас Но ведь ты договорился с этим человеком Зато ты нашел его Да иди ты Суже мне Сам иди Иди куда хочешь Стараешься делать людям добро, а они тоже мне Ну, я же... Да пошел ты Мать была всех наших игр ценитель Участник Участник всех бесхитростных затей И самый первый в жизни насторитель И самый справедливый из судей И как мы были бесконечно рады Когда она Своим счастливым взглядом Уставшая от вечной суеты Смотрела наши первые тетради И первым похвали Словом мы называем Родину свою И все дороги Мы прошли достойно И не сломила нас В боях В боях гроза И все мы нынче прямо И спокойно И спокойно Глядим И ее волосы Серебряную глядь С какой теплотою Вспоминает Незабываемое слово Мать У меня плохое предчувствие Не торопись Сейчас никому нельзя доверять Сынок Будь осторожен Сынок Ладно Ладно Не доверяй всем Не переживайте Так сами знаете Один из них Азиз Он мой одноклассник Он все время со мной Из детства Вместе выросли Не переживайте так мама Он хотел купить машину За большие деньги А если бы ты Не опоздал на 10 минут Хорошо что ты опоздал друг А то было бы хуже Мама 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 Да сынок Мама Что случилось Что стряслось Что стряслось Зря я ослушался вас Если бы вы не остановили меня На 10 минут Я бы все потерял Машину Деньги Люди Что ты говоришь Которые позвали меня в нотариус Оказались мошенниками Я это предчувствовала Я же сказала тебе Они хотели купить машину За фальшивые деньги Мама Боже мой Сынок Сынок Зря я Вас ослушался Мама Вы меня спасли Если бы я не опоздал на 10 минут Я бы все потерял Мама Дорогой мой Я же сказала У меня плохое предчувствие Но вы все предвидели Спасибо мамочка Что жизнь мне подарила Спасибо от души Я говорю За то что ночью не спала Меня растила За все За все тебя благодарю Спасибо мамочка За все тебе спасибо Спасибо Ведь в трудный час Твоя хранила вера И помогала Если было тяжело Ты свое счастье В жизни заслужила Лишь за тебя Я Господа молю Спасибо Что мне счастье подавило Живи подольше Ведь я так тебя люблю Фильм озвучен на студии Миракл Спасибо